Так, ну что, уважаемые товарищи, в принципе, 16 часов, все представители, кого мы приглашали, есть. Глава, если приедет, я думаю, или быстро по ней подойдут. Значит, давайте представим, кто у нас, кроме общественного совета, сегодня участвует в заседании. Это руководители городских служб, ответственных за вопросы, которые мы сегодня рассматриваем. Значит, это военком города Григорий Николаевич, это председатель депутатской комиссии, а вот еще и идет Антон Николаевич с Михаилом Ивановичем. Добрый день. Юлия Анатольевна, забыла, извините. Приглашена пресса, участвуют члены общественного совета республики, общественной палаты республики от нашего города, Григорий Николаевич и Леонид Иварионович Ткачук. Еще приглашена Бобкова Елена Михайловна, тоже член общественной палаты от нашего города, и думаю, что она, наверное, подходит. Значит, сегодня у нас один вопрос на повестке дня, и он сформулирован нами так. Значит, о готовности городских служб к быстрому реагированию на устранение последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих в нашем городе. Вот такая повестка дня, один вопрос. И прежде чем начать, я хотела бы, для того, чтобы, если у кого-то есть вопросы, почему этот вопрос рассматривает общественный совет, и почему мы пригласили руководителей определенных служб города, я хочу вам зачитать выдержку из указа президента. Номер 515 от 3 августа 2012 года об общественной палате ПМР, то есть и в общественных советах на местах. В целях обеспечения взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного самоуправления, в целях учета потребностей, интересов жителей республики, а также защиты их прав и свобод, прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля, обращая ваше внимание, за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления. Вот с позиции вот этого пункта, из указа президента, мы сегодня и проводим свое заседание о том, чтобы рассмотреть ту ситуацию, которая сложилась в нашем городе после выпадения этих осадков, которые оказались для нас очень большой стихией. Анализ сложившейся ситуации, который произошел в течение последних 10 дней, свидетельствует, на мой взгляд, о том, а это не только мой взгляд и не мое мнение только, а это мнение всех членов общественного совета, это мнение членов городского депутатского корпуса на заседании, которого я присутствовала на прошлой неделе, это мнение наших горожан, потому что если сейчас проехать в общественном транспорте, в автобусах, маршрутках, троллейбусах, то очень много сказано нелестного в адрес наших властей, причем люди не разделяют, кто исполнительная власть, кто законодательная власть. Для людей одна власть в городе, которая не сделала того, что должна была сделать для того, чтобы создать необходимые условия для населения, которые исправно платят налоги на содержание дорожного фонда, автомобильного транспорта и так далее. И людям объяснения, которые звучали в последние дни, как сказано в газете «Преднестромские вести» сегодня, эти объяснения очень мало греют наших горожан, потому что уже 10 дней прошло с этой ситуацией, но состояние такое, что дороги еще по сегодняшний день местами не расчищены. Сегодня я шла буквально, вышла из троллейбуса на центральной остановке в городе и чуть не убилась на гололёде этом. Это 10 дней спустя до сих пор не расчищена троллейбусная остановка в центре города. О чем мы можем говорить? В пятницу я объехала город сама лично и посмотрела, в каком состоянии находятся улицы, отдаленные чуть-чуть от центра города. Оставляет желать все лучшего. Другая проблема, которая сейчас у нас вырисовывается после того, как природа стала солидарна с нами и начал таять снег, это куча мусора, которые сброшены везде, повсеместно, по всем улицам нашего города. Да, были заснежены дороги, не могли проехать спецмашины для того, чтобы вывезти с многоэтажных домов, но сейчас это просто обнажает такую картину, что становится страшно. Поэтому сегодня я бы хотела, чтобы мы с вами поговорили не с позиции критики друг друга, а с позиции того, что мы собираемся все-таки делать, чтобы вот такая ситуация, которая застала нас врасплох в этом году, чтобы она не повторялась. Я вам хочу сказать, что ситуация по нашему городу стала предметом разговора на заседании Общественной палаты республики, которая проходила на прошлой неделе. Нас там, меня подняли, конечно, был не очень лицеприятный разговор о том, что в городе такая ситуация, но, по крайней мере, мы с вами заседали, вот здесь сидят депутаты городского совета, члены президиума. Антон Николаевич проводил на прошлой неделе сразу, когда началась неделя заседаний президиума, я в нем участвовал, участвовал Леонид Иварионович, и было рекомендовано выступить все-таки с обращением к населению города, двум ветвям власти, и попросить людей, всех, подключиться к этой проблеме, потому что мы видим, что техника не справляется. Выйти возле домов почистить, пришкольные площадки, остановки троллейбусов, короче, всех подключить, студентов, всех. Я лично такого обращения не видела, не знаю, может быть, кто-то видел его, но я его не видел. Поэтому сегодня я бы хотела, чтобы мы предметно поговорили о том, как же дальше мы будем действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, что у нас есть для этого, чего нам не хватает, и что мы предпринимаем сделать для того, чтобы впредь, вы знаете, что мы с вами находимся в зоне риска, у нас возможно землетрясение вранче недалеко от нас, у нас летом засуха для нас тоже, это ЧП, когда всыхают клумбы, все трава, пожухшие по всему городу, у нас разливается Днестр, это тоже чрезвычайная ситуация. Поэтому я бы хотела сегодня, чтобы мы предметно поговорили о том, что мы будем делать дальше для того, чтобы этой ситуации избежать. Вот давайте, наверное, как мы построим свою работу, давайте посоветуемся. Мы послушаем сначала службы, а потом будем высказывать свои мнения, или, как вы считаете, больше службы, да? Ну давайте, пока нет Николая Викторовича, я думаю, что мы начнем, наверное, с нашей главной службы в данном вопросе, это служба САГ. Так, Вячеслав Валентинович, пожалуйста, расскажите нам вкратце ситуацию по вашему предприятию. Какой техникой вы обладаете, в каком она состоянии, что стало причиной того, что эта техника выпущена была на линию или не выпущена, почему она не сработала так, как своевременно? Пожалуйста, расскажите. Вкратце расскажу. На предприятии на сегодняшний день 4 единицы пескоразбрасывателя, 64-65, 67-76 года выпуска, то есть машинам больше 40 лет, 2 тяжелых трактора, Т-152 малых трактора, один малый Т-25 трактор и автогрейдер. Вся техника старая. Во время выпадения снега, кроме грейда, вся техника работала по городу, но здесь тем, что техника старая, я говорю, прямо ломается. Они выезжают, возвращаются, одна машина не выезжает. Водители, люди работали по 24 часа, из руля не выходили. То есть то, что территория закреплена за нашим предприятием. Да, мы не смогли полностью, но то, что мы смогли, мы пытались сдерживать. Глава в курсе, то, что трактористы работали 36 часов на тяжелых тракторах, убирали город. Тестная проблема, то, что старая техника, она ломается, но вот, тестная проблема. У меня такой вопрос. На момент, когда вы получили, вы получили штормовое предупреждение? Да. За сколько вы его получили до снегопада? Техника вышла первый раз. Нет. За сколько времени до начала снегопада вы получили штормовое предупреждение? За сутки. За сутки. На момент получения штормового предупреждения, сколько, вот этот транспорт, о котором вы говорите, они все были в исправном состоянии? Все были исправны, все были готовы. Был еще первый снегопад до Нового года. Да, да. Отработали все. Были съезды с линии, ремонтировали, но на уме штормового предупреждения все машины были на ходу. Первый выезд, все машины вышли. Второй выезд, когда они выехали, возвращаются на предпятие заправляться, столько они топлива не берут сразу. Второй выезд, тоже вышли все машины. Вот после третьего выезда, когда уже более суток шел снег, уже стали сходить с линии машины. То есть, это связано с тем, что машина 64-65 года выпуска. Хорошо, у меня такой вопрос еще главный. Вот в этот период времени у вас не были задействованы совершенно мусорные машины. Да, в связи с тем, что... Сколько у вас транспортных единиц вот по вывозу мусора? По вывозу мусора у нас 8 большегрузных автомобилей, из них на ходу 4, 2 иномарки, которые стоят в ремонте, ну, так сказать, они стоят еще с августа, но не важно, хорошо. Давно стоят в ремонте, которых просто в нашем регионе запчастей нет. И один, масса тоже в ремонте, ну, 5 на линии, большегрузных, и 8 кошек, ну, малотоннажных автомобилей. Вот у меня такой вопрос. Вот эти транспортные единицы, они все укомплектованы кадрами? Водителями? Водителями, да. Эти водители вами не были обучены на предмет того, чтобы можно было их пересадить на другие автомобили в случае вот такой ситуации? Я продолжаю, потому что почему немножко связывается такая ситуация с вывозом, потому что водители, которые задействованы в ОСЗП в 80-м период, они работают и на мусоровозах, поскольку они сутки по 24-25 часов работали за, они потом их пускали домой отдохнуть, а кто оставался на предприятии отдыхать? Поэтому сложилась такая ситуация, что нарушается график вывоза ТГО по городу. Так и самый тракторист. У нас трактора работали по уборке снега и не вывозили в уличный смерт. Поэтому сейчас погода немножко субъездится, мы потянем то, что эти свалки, мы уже вчера начали вывозить эти свалки то, что по городу образовывать. Люди были известны и на песочке, и на мусоровозах. Так, понятно. Пожалуйста, вопросы какие есть? Такого снега не было? Можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, если, знаете ли вы такой папки о борьбе с белолёдами, снежными заносами, есть ли она в спецавтохозяйстве? Есть. Что в ней прописывалось? Ну, что конкретно? Ну, такая папка есть и ваши действия шли именно в соответствии с теми мероприятиями, вот это прописано, так? У меня вопрос будет. Пожалуйста, а вот в этот период, когда начался этот снегопад уже и вот начались эти сбои, вы руководили, администрация руководила, было комиссия, заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, приняли какие-то решения, вам какой-то график поменяли, то есть, как эта работа координировалась вообще? Мы находились, все руководящие состав предприятия находился на предприятии, мы почти 5 суток находились на предприятии, только домой отъезжали и корнилась администрация все действия. Ну как, вам меняли график, который в папке был или как это было? Вот еще по одним улицам ездили, по другим не ездили. Там в первую очередь было поставлено значение обеспечить движение общественного транспорта. По кем улицам? По всем центральным улицам, где проходит общественный транспорт. В первую очередь троллейбусы, маршрутки. Хорошо, а сейчас вот, например, есть улицы, которые, допустим, я вам называю конкретный адрес в своем округе даже, перекресток Пушкино-Горького. На перекрестке проехать утром нельзя, потому что там полметра вот эти вот замерзают и не может транспорт ездить вообще. То есть сегодня 10-й день и общественный транспорт по этой улице до обеда не ходит, потому что проехать невозможно. Потом, когда тает, уже мягкий становится снег. Вы знаете об этом вообще? Кто-то объезжает сейчас улицы? Объезжаем. Что сейчас мешает, когда уже, можно сказать, снег почищен, растаял? Все проблема еще в том, что, и мы неоднократно прощались по телевидению, что, когда работает, даже днем, когда работает общественная, спецтехника работает, ни водителя, никто не уступает нас. То есть машины бросают на обочину? Нет, но вот этот перекресток, там никого нет, на перекрестке никто не стоит. Просто он сейчас разбит, его можно пройти, проехать, эти маршрутки едут вот так вот виляют. Потом он замерзает, там полметра, и больше уже не могут маршрутки проехать. И до обеда это все стоит. Сейчас кто-то, я это как пример один навел.